С вами служба технической поддержки Валтек. Здравствуйте! Это второе видео цикла Валтек на практике, в котором мы планируем познакомить вас со всеми этапами строительства водяной системы отопления частного дома от и до. В предыдущем видео мы завершили расчет теплопотерь, и теперь у нас есть понимание того, сколько тепла теряет здание и, соответственно, какую мощность должна иметь система отопления, чтобы компенсировать эти теплопотери. Следующий этап – гидравлический расчет, который необходим для того, чтобы рассчитать оптимальные параметры системы отопления, такие как перепад давления, скорость и температура теплоносителя, диаметр трубопроводов. А также рассчитать балансировку системы отопления, будь то водяной теплый пол, радиаторы или то и другое вместе. Далее на нашем примере мы покажем этапы расчета гидравлики системы водяного теплого пола. Приступим! Начинаем выполнение расчета в программе Валтек ПРГ. В закладке «Теплый пол» мы задаем конструктив планируемой системы водяного теплого пола. Первый на очереди – конструктив жилого помещения «Спальня 3». В диалоговом окне мы указываем планируемую температуру помещения. Выбираем шаг укладки, заданный на планах, указываем площадку помещения, задействованную под систему водяного теплого пола. Эти приготовления нам необходимы для расчета количества тепла, которое будет поступать в помещение от нашей системы отопления. Кроме того, здесь же указывается конструктив самого пирога теплого пола. Важно! Все имеющиеся данные должны быть безошибочно перенесены в программу во избежание дальнейших ошибок в расчетах. Не забудьте проверить размерность данных во время переноса. Далее, зная фактическую площадь пирога теплого пола и теплопотери здания, мы можем определить необходимый теплоприток с одного квадратного метра теплого пола. Посчитав необходимый теплоприток с одного квадратного метра, мы можем определить температуру теплоносителя и температуру поверхности теплого пола. Однако есть ограничения. Температура поверхности теплого пола по действующей нормативной документации не должна превышать 29 градусов в жилых помещениях. Проведем аналогичный расчет для всех остальных помещений, обеспечиваемых системой водяного теплого пола. На нашем объекте их всего шесть. Итог. Таблица, содержащая параметры по каждому помещению и каждой петле теплого пола нашего объекта. На основе имеющихся расчетов мы подготовили схему раскладки петель теплого пола, которая станет неотъемлемой частью проектной документации. Теперь мы можем перейти к расчету балансировки системы. В дополнение к уже имеющимся данным нам потребуется описание каждой петли теплого пола, ее длины, количество углов и поворотов, что необходимо для расчета потерь давления и расхода теплоносителя. После того, как указанные характеристики петель будут внесены в расчетные формы, программа сможет произвести балансировку всех имеющихся в системе петель теплого пола. После завершения этого этапа работ мы получим сводную таблицу, она перед нами, с параметрами системы, которую можно передать на объект для проведения пуска наладки. На этом расчетная часть проектных работ завершена и в следующем видео мы приступим к монтажу. До встречи!